Всем привет! С вами Сюзанна, и сегодня мы будем исправлять мой старый рисунок, который был нарисован вот в этом вот скетчбуке еще в начале осени. Я думаю, многие знают, что это один из моих самых любимых скетчбуков, потому что он изначально был посвящен именно для рисования моих персонажей. Правда, здесь немножечко втесался Данг Юн из Бежа Алешки, но ничего страшного. Тут еще есть несколько недоделанных работ, но чисто просто набросков, и как раз-таки вот это вот, которую нам вместе с вами нужно будет подправить. И естественно, я очень надеюсь, что в конце результат нас порадует, и она будет смотреться намного лучше. Давайте быстренько покажу вам ее немного поближе. Тут просто на лайн нанесены маркеры, ее думаю видно здесь, вот, и нам нужно будет с помощью карандашей сделать что-то типа того. Чтобы рисунок обрел яркие очертания и контуры, и все будет офигенно. Как я и говорила, для этого дела мы берем цветные карандашики, естественно, от моей самой любимой фирмы Superwriter Marco. Я ими пользуюсь постоянно, и лично для меня это прям фавориты. Ну и для того, чтобы делать четенький, тоненький, аккуратненький лайн, нам нужно их тщательно и очень остренько подточить, чтобы они были прям вот так косенькие, тогда будет очень удобно. Ну что ж, ребят, подготовка наша полностью прошла успешно, и мы можем уже приступать. И скажу сразу, что 100% у меня вот этот вот лайн, все это, вся эта доработка карандашами займет намного больше времени, нежели я просто покрыла это маркерами. Я вот еще точно не знаю, буду ли я полностью вам снимать процесс, ну точнее показывать. Возможно, я в монтаже вырежу некоторые части, потому что, скорее всего, за этим рисунком, ну я проведу, наверное, часа полтора или же два точно. Хотя рисунок сам по себе такой небольшой, аккуратненький, но то, что здесь два персонажа, это намного усложняет работу, потому что самое дольше я трачу именно на прорисовку лиц. А здесь их как бы не один, не одно лицо, а целых два. Поэтому я буду очень стараться, да и плюс, знаете, такие супер мелкие детальки, я каждый раз буквально через там 5-6 штрихов подтачиваю карандаш, потому что если, во-первых, достаточно сильно давить, то он начинает крышиться. Это не из-за того, что карандаш какой-то плохой, просто когда ты очень сильно точишь, то он достаточно тонкий, хлипенький, и тебе все равно нужно прям такая вот очень тонкая, тонкий вот этот грифель, и он начинает крышиться, потому что я сильно давлю, чтобы сделать очень такие яркие линии. Но в любом случае это определенно того стоит, потому что получаются безумно аккуратные, красивые, такие классные линии. Я думаю, даже сейчас, на вот этом вот моменте, вы заметили, что уже, прям вот уже лицо Джонатана преобразилось, и оно стало намного выразительней, намного как-то ярче, круче. Ну, короче, мы идем с вами на верном пути. Ну, и в принципе, я уже основную часть сделала маркерами, то есть основные цвета у нас есть, тени тоже я сделала кое-как маркерами, поэтому здесь мы будем только делать лайн карандашами и немножечко добавлять тенюшек, ну, прям немножечко совсем. Ну, и исходя из этого, я могу сказать вам, зачем я вообще тогда сделала такое видео. Зачем? Ты же вроде как бы раскрасила практически все, зачем нам просто показывать лайн? А потому что, ребят, очень многие люди просили мне показывать именно то, как я делаю такой аккуратный лайн. Почему, типа, у меня так, ну, аккуратно и четенько получается? И даже некоторые пишут, действительно ли это я сама рисую, а не печатаю. Я не говорю, что у меня какие-то супер-классные рисунки, у меня здесь анатомия, ну, такая кривоватая, но все равно, если человек очень сильно старается и прям это выглядит максимально эстетично, пусть даже нарисовано не супер как-то круто, но все равно создается даже такое впечатление, что это какая-то напечатка, что ли, вот. Поэтому я пытаюсь сделать все аккуратнее, чтобы хотя бы с такой точки зрения рисунок смотрел все лучше. И, кстати, я думаю, многие заметили то, что раньше я делала лайн просто только черным карандашом, ну, либо же черным линером-лайнером. Вот, я не использовала цветной лайн, то есть я не брала, там, например, для кожи красный или коричневый оттенок, там, для рубашки синий, для волос еще какой-то, я только все фигачила черным. Но сейчас я делаю совсем по-другому, хотя я бы не сказала, что на всех рисунках эта тема работает, потому что на некоторых я все еще продолжаю фигачить черный лайн, вот. Но именно на такой, вот, знаете, желтоватой бумаге, вот в таких вот скетчбуках, и в особенности именно моих персонажей, я стараюсь сделать такими более какими-то яркими, более красочными и использовать разноцветный лайн. Они, так, знаете, смотрятся живее, что ли. Но вот даже сейчас, посмотрев на их кожу, я думаю, намного лучше, когда там присутствуют красные оттенки и нет прям такого ярко-черного, потому что, ну, блин, это смотрится как-то странно. Так, ну, а пока вы наблюдаете за процессом покраса, хочу напомнить вам, что здесь на ютубе у меня все еще проходит конкурс. Он будет длиться до 28 апреля, так что, ребят, если у кого-то еще не получилось поучаствовать, вот, то можете, в принципе, взять участие. Время еще есть. Самое главное, конечно же, это оставить любой комментарий под любым видео на моем канале. И не забывайте, пожалуйста, в конце комментария оставлять свои ники инстаграма, потому что именно в инстаграме я буду уже постить в сториз нашего победителя, которого я выберу на ютубе. И это сделано для того, чтобы именно там я смогла связаться с вами и, собственно, договориться уже об отправке. И еще хочу уточнить, что вам не нужно беспокоиться насчет доставки, потому что все хлопоты, все расходы насчет доставки оплачиваю именно я. Все ссылочки на инстаграм, также на мой тикток, в котором я достаточно часто провожу разные прямые трансляции, в которых я рисую. Также я очень часто снимаю вот ряд странички в тиктоке. Поэтому, ребят, переходите, спускайтесь внизу в комментариях, также в закрепе и смотрите. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь и будете на дальнейшем со мной. Ну а тем временем мы с вами уже практически заканчиваем работать над вот этой вот картиной, так сказать, которая ждала очень-очень долго, своего завершения, своей, знаете, кульминации. Вот, поэтому я обязательно запущу ее в инстаграм, возможно, даже сегодня. Мне нужно отфоткать, потому что я еще вот сижу, монтирую видео, и до сих пор фоточки нет. Но я надеюсь, что я ее сфоткаю и, собственно, запущу, как раз-таки во время того, как я буду постить данный видос. Поэтому, ребят, я буду безумно благодарна каждому, кто спустится по ссылке в описании в мой инстаграм и лайкнет данный пост с этим рисунком. Ну а я уже прям на посредок добавляю белую гелевую ручку, потому что с ней смотрится, ну, очевидно, намного лучше, как-то намного ярче, прикольней. Вот, более так выразительные некоторые участки. Да и плюс надо было то на глазах добавить белого, то там еще на одежде. Вот, бликов, короче, дорисовала, как бы и на фоне, и на листочках. Вот, поэтому, ну, смотрится намного лучше, скажите, особенно если вспомните то, какой рисунок был до. Ну вот и все, наш рисунок полностью готов, покой сказать, наконец-то, потому что ждал он очень долго. Давайте покажу вам его немного поближе, под разными углами, под разными ракурсами, потому что, ну, типа, у меня сейчас светит кольцевая лампа, и каждый раз, когда я его переворачиваю в какую-то другую сторону, то освещение меняется. То он смотрится темнее, то он смотрится светлее, то где-то более синий, то где-то более желтый. Вот, давайте вот так вот. Мне кажется, это, скорее всего, идеальный вариант, и смотрится, ну, на мою точку зрения, более естественно. Имею в виду именно так, как я его вижу в жизни, ну, хотя это не на 100%, но все же. В общем, ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам вообще результат, вот, понравилось ли вам такое видео с лайном, собственно, с доработкой рисунка, вот, с усовершенствованием, вот, и, конечно же, поставьте его оценочку от 1 до 10. А на этом было все. Всем огромное спасибо за просмотр. Встретимся с вами уже очень скоро в следующем видео. И всем пока-пока!